всем привет с вами александр иванков и сегодня мы поговорим о моей обновленной камере sony rx 100 на этот раз это пятое поколение буквально несколько выпусков назад я делал обзор на третье поколение можете посмотреть вот по ссылке потому что в этом обзоре я сравню эти камеры и также расскажу о каких-то новых функциях но база остается точно такой же как и в третьем поколении поэтому сильно я в это углубляться не буду и сразу же хочу сказать все мои обзоры они носят субъективный характер то что важно именно для меня возможно это же важно и вам но вполне возможно что каких-то функциях я могу не рассказать такое вполне может быть давайте как обычно начнем с цены на данный момент это 70 тысяч рублей на официальном сайте sony при этом смотрите сейчас у этих камер два поколения первое второе во втором выпилили play memories сделали меню примерно такое же как на альфа 7 mark 3 вот эти все новые поколения там немного другое меню она улучшена но я решил что play memories мне важнее и поэтому взял первого поколения я ее купил уже не новую со вторички и обошлось она мне в 50 тысяч рублей плюс комплекте было еще две батареи сумка и вот такая вот зарядная давайте перейдем к характеристикам этой камеры смотрите внешний вид объектив фокусное расстояние экран все это осталось точно таким же как в третьем поколении но при этом сюда добавили оптическую стабилизацию что очень важно для видеосъемки плюс ко всему эту камеру по сравнению с третьим поколением очень сильно прокачали во-первых начнем со скорости автофокуса камера очень быстро фокусируется это занимает пять сотых секунды также камера позволяет снимать 24 кадров в секунду из бонусов по видео сюда добавили съемку в 4к 25-30 кадров 50-60 кадров в этой камере нет сюда добавили замедленную съемку в 100 кадров напомню что в mk3 съемка только 25 и 50 кадров также тут сверху на переключателе есть отдельный режим high frame rate то есть большее количество кадров в секунду до 1000 но при этом ничего вы такого серьезного не сможете снять потому что во первых камера пишет буквально там малое количество времени где-то наверное даже меньше секунды и потом это все обрабатывает и замедляет а вторых качество много ниже чем full hd в последнем обзоре я показывал кадры sony erics 0 все абсолютно точно так же в общем качество очень низкая так по прикалываться какое-то время конечно интересно но что-то серьезное снять не получится рейсбонуса сюда добавили видео профили плоские профили это слог 2 есть также сайн лайк это pp7 если вы перейдете в меню то там можно будет уже все настроить и выбрать сколько то такая плоская картинка которую нужно потом колорировать на пост обработки если хотите более подробно в этом узнать есть много видео в интернете я сильно в это углубляться не буду как и в третьем поколении здесь и встроенный ND фильтр для видео очень полез потому что когда сильно яркое солнце и со уже убирать некуда и появляются пересветы он как раз вот именно с этим и помогает давайте перейдем к опыту использования купил эту камеру летом почти сразу же продал третью поэтому сравнить две камеры вместе мы не сможем камеры суперская особенно учитывая эти размеры и те характеристики которые sony впихнула в эти размеры это просто невероятно ее легко хватает и для дневных и для ночных фотосъемок при этом наличие встроенного ND фильтра помогает при съемке видео днем ночью в принципе тоже не все не так уж плохо если вы снимаете на 24 когда диафрагма 18 в этого вполне хватает если уже на 2 и 8 переходите то могут появиться какие-то шумы потому что сильно задирается айсо но в принципе возможности камеры для какого-то базовой съемки ночью хватает этой камерой удобно писать влоги из-за встроенной оптической стабилизации я не вижу какой-то большой необходимости в электронном стабилизаторе вполне можно писать с рук если не трясти камеру плюс ко всему еще решает поворотный экран но из минусов если рассматривать сценарий влогов тут нет устроенного аудио входа качество звука этой камеры классная но все-таки не хватает аудио входа для внешнего микрофона потому что при сильном ветре будет только один шум и голос почти не слышно можно конечно излопчиться и приделать ветрозащиту вот на эти два порта но для меня например вспышка она вообще совершенно не нужна и никогда не использую для меня бы намного лучше был бы вариант если бы здесь находился башмак теперь переходим батареи батарейки тут маленькие одной батарейки вам точно не будет хватать на один день съемки нужно как минимум две три тогда точно вам на весь ваш съемочный день должно хватать у меня из бонусов есть вот такое зарядное его уже показывал очень удобно это не powerbank это именно зарядное сюда ставится батарейка сониковская и тут есть порт micro usb соответственно от него вы можете заряжаться например машине пока едете либо от powerbank следующий момент перегрев я с ним на самом деле столкнулся только недавно это когда мы снимали с аквабоксом на глубине то есть камера вообще была герметичная и не смогла охлаждаться но в таких обычных условиях перегревом я не сталкивался потому что наверное пишу такими небольшими кусочками по две-три минуты еще раз по поводу цены да конечно цена кусается но во-первых камера уже не новая можно найти на вторичке во вторых камера реально просто крутая и учитывая ее размеры учитывая оптическую стабилизацию просто суперская есть вариант от канона g7x но мне не сильно нравится потому что во первых то мне 4к во вторых нету 100 кадров так чтобы опыт эксплуатации этой камеры только положительный по сравнению с третьим поколением это огромный шаг вперед по сравнению с четвертым за счет оптической стабилизации это тоже шаг вперед поэтому если думаете какое поколение этих камер брать берите 5 то что все раньше было не нужно этого делать далее такой момент есть сейчас уже второе такое же поколение пятой камеры можно в принципе и попробуйте хотите новую плюс вышло еще шестое поколение есть несколько различий с ним я его не купил во первых из-за высокой цены 84000 во вторых из-за видео у меня были кое-какие сомнения мне очень нужен был антифильтр а в новой камере они его оттуда выпилили из плюсов там конечно объектив 24 200 но из минусов диафрагма уже не 1.8 2.8 а 2.8-4 но если вы не хотите снимать что-то вдали там прям далеко супер далеко объективы 24 70 вам вполне хватит а для меня очень важно наличие инди фильтра и диафрагма 1.8 собственно поэтому я эту камеру и выбрала не шестую еще такой момент наклейте сюда обязательно защитное стекло потому что если будете носить без чехла все это царапается и экран у вас придет вообще в состоянии не очень приятная какой из всего этого вывод камеру однозначно рекомендую в покупке но опять же какую купить sony rx100 mark 5 первое поколение sony rx100 mark 5 второе поколение sony rx100 mark 6 но во-первых финансовый вопрос во вторых если вам важно наличие инди фильтра диафрагма 1.8 берите пятое поколение если вам нужны какие-то дальние фокусные расстояния то берите шестое поколение спасибо что посмотрели это видео подписывайтесь на канал ставьте лайки оставляйте комментарии увидимся на следующей неделе пока